Микс Ньюс 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 Ожидается ли вообще какой-то передел рынка в связи с этим совсем, именно грузовых перевозок, автоперевозок? Потому что мы знаем, что у нас достаточно много местных компаний, которые занимаются логистикой. Чего вы ждете, что уже на сегодняшний день видно? Пока не ясно, как долго эта ситуация продлится. Но, конечно, каждое сотрясение рынка приводит к изменению. И те, которые такие умные, умелые, быстрые, они выживают. Ну, а, может быть, самые маленькие, у которых, может быть, нет и запаса финансового, они, конечно, проиграют в этом переделе рынка. То есть, в любом случае, закрытия какие-то вы ожидаете, что будет? Мы видим уже сейчас, поскольку не работают в разных странах предприятия, сокращается, в принципе, грузооборот товаров. Мы знаем, что в России целый месяц отдельные предприятия не работают. Это влияет на грузообороты и на наших перевозчиков. И мы видим, что те, которые работали на восточном рынке, хотят быстро перепрофилироваться на западный рынок, но там тоже не без проблем. Так что передел существует, но я надеюсь, что все-таки до где-то июля, августа месяца ситуация будет нормализовываться и работа будет всем. Какие разговоры идут о поддержке именно автомобильного грузового перевозчиков? Планируется ли им как-то помогать или здесь, как Вы говорите, тот, кто сильнее, тот выживет, а кто нет, тому, к сожалению, грозят сокращение и закрытие? Потому что автоперевозчики говорят о том, что такого кризиса не видели уже давно и даже с 2008 годом сравнивать нельзя. Вообще, если сказать, что транспортная отрасль таких изменений не видела, в принципе, со Второй мировой войны. Мы работали в каком-то таком нормальном режиме и сразу такие большие потрясения. Что касается поддержки, то тут в Латвии действует общая поддержка всех предприятий, которых затронул кризис. Это и BigStars, и отдельные предприятия, и также возможность перенесения оплаты налогов на более долгий срок. Есть программа гарантий. Также мы работаем и с банками, которые являются лизинг-гадателями. Там тоже могут быть разные подходы. По поводу машин, а самолетов. Сейчас уже крайне редко можно увидеть самолет, пролетающий над городом или над страной. Какие на сегодняшний день планируются еще, может быть, дополнительные рейсы, и как проходят их согласования? Министерство иностранных дел к вам обращается. Вы даете разрешение, основываясь на каких-то пунктах и критериях? Да, главный инициатор этих рейсов – это Министерство иностранных дел. Они смотрят по заявкам от консульского департамента, от наших сограждан, которые все еще остаются за пределами Латвии. Есть скопления в разных странах, где трудно добираться до Европы. Это и Индия, и Латинская Америка, и США. Есть проблемы и внутри Европы добраться до Латвии. Так что мы советуем с Министерствами иностранных дел и по их просьбе открываем и закрываем отдельные рейсы. На следующей неделе у нас идут рейсы в Амстердам, во Франкфурт. В этой неделе также будет один рейс выполнен в Осло. Думаем над другими рейсами, которые будут необходимы. Но это именно согласование с Министерством иностранных дел. В общем, как потом возобновлять? Это самый большой вопрос. Как потом открывать вот эти маршруты? Вы уже думали, разговаривали с представителями Айрболтик, с другими авиакомпаниями. Как это все будет по запросу, в каких количествах, с какими странами? Может быть, сейчас вы уже видите, кто там может впервые открывать свои границы и воздушное пространство. Вы правильно сказали, что это во многом зависит от эпидемиологической ситуации в каждой стране. И у нас нет такого общего статуса. Мы видим, как это называется, события в Италии, в Испании, в Великобритании, где все еще растет число зараженных вирусом. И мы не можем сказать о каком-то большом спаде. Наверное, потому я думаю, что международное авиасообщение откроется одним из самых последних. Сначала мы сможем возобновить внутренние переводки. Может быть, потом с нашими соседними странами, с Литвой, Эстонией. И потом уже будем смотреть, как развивается ситуация дальше. Я бы хотел, чтобы решение об открытии границ было координировано с нашими партнерами в Европейском Союзе. Но, к сожалению, видим, что в таких критических ситуациях каждая страна действует по своим соображениям. И, во-первых, решает свои внутренние вопросы только потом, как иметь сообщение с соседними государствами. Если говорить о международных проектах, как с ними? Мы знаем, что Rail Baltic, самый грандиозный проект, который и так уже задерживается на некоторых этапах, уже сообщали о том, что не все по плану было. Что сейчас? Кто-то говорит, что, наоборот, это хорошее время для того, чтобы строить, для того, чтобы что-то делать, ремонтировать и прочее, потому что не так много людей, например, на улицах, и можно спокойно там провести какой-то ремонт дороги или что-то такое. С другой стороны, как экономически все это возможно и с безопасностью как тут разбираться? Проект Rail Baltic пока что идет по плану. Мы готовимся к тому, что первые строительные работы, или, точнее говоря, открытие строительной площадки, и подготовление всех работ начнется у Рыжского центрального вокзала уже осенью этого года. Тут ничего не меняется. Пока идет проектирование и Рыжской железнодорожной станции, и станции у аэропорта. Тоже все идет по плану, поскольку это те работы, которые можем мы сделать на бумаге без каких-то, ну, таких больших работ на месте. Вот вопрос нам пришел по WhatsApp, вопрос министру сообщения. Морякам перемещаться можно, но оператор парома пассажиров не берет, так как им запрещено. Разрешение есть только на отдельные рейсы из Латвии в Германию и Швецию. Вчера с ними связывался вопрос, как добраться домой. Для одного человека чартер самолета никто брать не будет. Евгений задает вопрос такой. Мы знаем ситуацию, это не только моряки, это другие, которые работают за границей. Они могут использовать те рейсы, которые мы организуем. Это и так называемые рейсы репатриации или коммерческие чартерные рейсы. Все, что имеется, тут мы даем возможность морякам использовать эти рейсы. Но сколько они есть, столько они есть. Мы согласовываем список этих рейсов с соответствующими медицинскими службами. И есть какой-то лимит также и со стороны эпидемиологов, сколько они могут обработать. Получается ли, что в этой ситуации, наверное, работодатель должен подумать о своих сотрудниках, в том числе о моряках, потому что, наверное, каждый сам по себе там не будет. И билеты достаточно дорогие, может быть, для них покупать. И как-то волноваться о том, как добраться до места, откуда самолет летит. Да, это сейчас, конечно, трудно, я их понимаю, но это первая обязанность так называемых агентств, которые и наняли этих моряков, чтобы организовать переезд с одной страны на другую. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, министр сообщения Латвии Талас Лынькайц у нас в студии. Можете звонить, задавать свои вопросы. Возвращаясь к краю Балтика, планировалось ли задействовать в этом проекте и в том числе зарубежную рабочую силу для того, чтобы все это осуществить, как с этим сейчас? Потому что есть эксперты, которые говорят, что наоборот, сейчас, когда кто-то частично лишился работы, как раз-таки для вот таких вот сезонных работ есть руки, что людям надо как-то зарабатывать, они остались без работы, они, в общем-то, с удовольствием, если имеют нужную квалификацию, идут и подрабатывают. Насчет переквалификации я довольно скептичен. Я слышал, что наши земледельцы тоже хотели, чтобы вот городчане поехали сейчас работать в село, помогать, но я не думаю, что это было бы очень интересно для тех, у которых нет сейчас работы. Мы планируем вообще дать больше денег именно на строительство дорог, разных инфраструктурных объектов, именно для того, чтобы смягчить удар кризиса и чтобы было больше денег в экономике, чтобы она быстрее оживала опять. Так что будет работа и строителям, и мостностроителям, и железнодорожникам именно по строительству разных объектов. Примем звонок. Добрый день. Добрый день. Вопрос господину министру. Я как-то уже звонил по поводу восстановления железной дороги в направлении Латгалии. Немножко хмылился, но ладно. Может быть, поменялись планы? Может быть, есть смысл развивать железную дорогу внутри страны? Это первый вопрос. Второй вопрос. Алло, слышите? Да-да-да, слушаем вас. Второй вопрос. Это существуют ли проекты в структуре железной дороги, планы? Я просто знаю эту тему. Я работал в этой системе. О том, как сделать более быструю загрузку и выгрузку грузов на платформах. То есть, я опять же говорю о внутреннем рынке нашего государства. Железная дорога, по-любому, она получается более удобная, быстрая в транспортировке грузов. И третий вопрос. Делается ли что-то, скажем, я опять же знаю эту систему. Делается, какие делаются. Пасы о коме в том направлении, скажем, снижения себестоимости на транспортные... Ну, чтобы дешевле были в конце, чтобы были дешевле услуги железной дороги. Опять же... Внутри страны. Учитывая внутренние страны, да. Спасибо. Да, я, может быть, начну с последнего вопроса. Может быть, вы слышали насчет сокращения рабочей силы на латвийской железной дороге. Эти решения все обуславливаются именно тем, чтобы снизить себестоимость работы латвийской железной дороги. И, в конце концов, чтобы мы смогли более эффективно работать и с нашими поставщиками, не только внутренними, но и теми, которые работают на транзите. Там еще много и долго надо нам работать, чтобы эффективность у нас была хотя бы на уровне литовской железной дороги. Что касается внутренних перевозок, то тут очень много. Можем делать и новое руководство латвийской железной дороги этим занимается, чтобы и найти новых клиентов внутри страны, и также найти, соответственно, платформы, по которым работать. Я не специалист по грузоперевозкам и не могу там конкретно комментировать насчет платформы и так далее. Но я знаю, что руководство латвийской железной дороги этим занимается. Слышал, что будут перевозки изброцены в Липаю. Первый раз попробуем перевезти цемент по железной дороге. И есть также другие уже заготовленные проекты. То есть развитие какое-то планируется. Так, у нас много и звонков, и сообщений. Добрый день. Добрый день. Вот министр сказал, выделить больше денег на строительство дорог. Вот каждый раз выступает ли министр или, скажем, Берзинч, целью Бувы Тайц, все ли на разные цифры. То есть вы манипулируете цифрами, как хотите. Вы какие-то цифры конкретные можете назвать? Вот сколько собирается транспортного налога в этом году? По моим сведениям, где-то 750 миллионов. Вы называли на дороге 100 миллионов. Берзинч называл 180 миллионов. Акциз, какая цифра? Вот что-то конкретное, какой процент на дороге вы собираетесь выделить в этом году с общих сборов? То есть не общие фразы, как прекрасно вы работаете. Вы убиваете дороги в Латвии. То есть дорог здесь не будет уже никогда по тем цифрам, которые отложены. Дефицит недофинансирования, которые вы опять же каждый раз меняете. Было столько, стало столько. И вообще у нас все прекрасно. А мы на 107 месте по дорогам в индусе глобальной конкурентной способности. Спасибо. Что скажете? Конкретные цифры? Этот вопрос задается, по-моему, уже последние 30 лет. И общий дефицит у нас по дорогам 4 миллиарда. Это то, чего не хватает для того, чтобы все дороги у нас были в отличном состоянии? Да, вот именно. Конечно, такую цифру мы специально для дорог выделить не сможем и не можем. То, что мы можем, мы можем добавить к тому базисному цифру, которую мы выделяем каждый год. Скажем, в этом году у нас 220 примерно миллионов идет на ремонт и строительство дорог, государственных дорог. Мы сейчас имеем дополнительные проекты на сумму примерно 70 миллионов, которые мы можем дать уже строить. Если нам выделили дополнительные деньги, еще есть проекты, которые мы можем дать так называемый фонд административно-териориальной реформы. Это региональные дороги, местные дороги, ну, там примерно тоже 10-20 миллионов в этом году мы можем добавить. Это то, что есть вообще, где готовые проекты, которые можно реализовать. То есть, в общем, если сложить все названные вами суммы, примерно на 300 миллионов в этом году дорог может быть отремонтировано. Да. Примем еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. К вашему гостю будет два вопроса. Первый вопрос. Когда планируется вот становить в административном кодексе Латвии, да, статья, была 142-я статья, и она была исключена из кодекса, да, 01-07-2004-го, об административной ответственности нарушения правил содержания автомобильных дорог, так проще будет говоря, где была ответственность держателей этих дорог, включающих самоуправление и так далее. На мой взгляд, объясните, почему избегает государство ответственности самоуправления так же. Не планируется ли в ближайшее время восстановить эту статью, чтобы неразливых содержателей дорог привлекать к административной ответственности? Спасибо. И второй вопрос. Когда планируется восстановить дорожный фонд, где конкретно бежители, знаючи, что они заплатили налог, они могли бы всегда прослеживать, так же создаваться общественные организации, которые могли бы следить за содержанием дорог? Спасибо большое. Поняли вопрос. Сейчас постараемся достаточно коротко ответить. Ну, по поводу ответственности за дороги. Мы это решаем другим образом. У нас есть аудитная часть в Латвии «Свалсцели», которая каждый год делает ревизию в самоуправлении, как используются деньги, которые государство перечисляет на содержание дорог. И, в принципе, по каждому самоуправлению есть там предписание, которое потом самоуправление должно выполнять. Мы помним, в Риге мы делали это в прошлом году, и там были очень много замечаний, как Рига использует те деньги, которые государство выделяет. Насчет автодорожного фонда, это тоже такая сказка о том, что откуда-то появятся дополнительные средства, которые потом можно тратить только на дороге. Государство собирает налоги для всяких нужд, на образование, на оборону, на медицину, и потом просто каждый год выделяет определенный процент также на дорожное хозяйство. От того, что мы скажем, что там будет какой-то новый фонд, от того денег больше не появится. Ну, скорее, люди, достаточно тоже частый вопрос, который и вам задают, мне кажется, каждый раз, когда вы в эфире и представителям «Латвия Свал» с целью о том, что это для жителей, наверное, это способ за тем, чтобы следить. Вот они видят, что в дорожный фонд поступило там 300 миллионов, что 300 миллионов пошли именно на дороге, чтобы вот эта прозрачность некая была понятна. Но да, мы знаем, что у нас все-таки такая система общего котла, куда все налоги потом уже делятся по отраслям. Если возвращаться к пандемии, к коронавирусу, были ли у вас разговоры с представителями отрасли, какие вообще действия сейчас предпринимаются? Мы знаем, что сотни людей были уволены в аэрболтик практически сразу, аэропорт тоже пострадал, потому что сейчас там ничего не происходит, и принимается решение о том, чтобы увольнять людей, они будут получать пособие по безработице, и, возможно, со временем эти люди будут возвращаться по мере того, как будет какое-то развитие. Вы говорили о том, какое количество людей могут не вернуться все-таки на работу. В авиации специфическая ситуация, потому что по всем прогнозам, которые мы видим в международных источниках, ясно, что авиация в следующем году не вернется к тем цифрам, которые они достигли в прошлом году. То есть ясно, что в отрасли будет спад, не будет спроса в таком объеме, как было раньше, и, конечно, все авиакомпании мира готовятся именно к такой ситуации. Аэрболтик не исключение. Аэрболтик решил сократить свой флот самолетов. То есть после кризиса они не будут больше работать ни с Боингами, ни с Дашью пропеллерными самолетами. Там будет только 22 самолета Аэрбоса. И, соответственно, не будет необходимости в тех пилотах и стюартах, которые занимались другими видами, типами самолета. И то же самое мы видим и в аэропорту. Ясно, что те цифры, которые мы достигли в прошлом году, но мы долго до них будем добираться опять. Со всеми работниками ведется консультация. Есть понимание ситуации. И согласно коллективному договору есть там и дополнительные выплаты, которые получает работник, когда он уходит из предприятия. Мы знаем, что на прошлой неделе как раз была информация о том, что в Рижский аэропорт по состоянию здоровья с должности ушла председатель правления Илона Лейтса. Тут же практически была назначена новый председатель правления Лайла Оденя. Как в этих условиях сейчас смена членов правления влияет как-то? Или вы не заметили перемен? Да, ситуация тяжелая. Решения, которые необходимо принимать, они не самые легкие. Стресс большой. И, соответственно, такие изменения в руководстве тоже имеются. Но поскольку я знаю Лайла Оденя, которая была хорошим профессионалом авиации и работала уже в Совете предприятия, для нее не будет необходимости как-то думать. Она может работать с первого дня и принимать соответствующие решения. Но решение это тяжелое, хотя государство тоже будет выделять дополнительные средства для аэропорта, чтобы он сохранил основную деятельность и в кризисной ситуации. Аэропорт наш тоже за последние годы претерпел изменения. Был достроен новый терминал, и внутри все изменилось. И достаточно много тот, кто часто там бывает, а может быть и не часто, замечал, что достаточно пусто было и потихонечку-потихонечку новый терминал, например, обживался. Там и магазины появлялись, и кафе, и рестораны. Что сейчас с вот этими арендовзятелями, с людьми, которые арендуют там помещения? Ожидаете ли вы, что еще какое-то время, год-два будет достаточно пусто? Да, мы ожидаем, что возобновление пойдет медленно. Ну, конечно, трудно сказать. Посмотрим, какая будет ситуация, как долго вирус у нас задержится. Что касается арендующих там предприятий, они тоже должны получить какие-то скидки и должны быть заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее потом вернуться. И аэропорт тоже со своей стороны будет продолжать и постройку новых площадей для грузовых перевозок. И также планируется, что мы чуть-чуть отложим, но будем продолжать и строительство так называемой шестой очереди терминала аэропорта. Что вот тоже много разговоров идет о ценах на билеты, на самолеты. Как, понятное дело, что сейчас вообще все меняется в этой отрасли. Ваш прогноз, цены на билеты станут дешевле, потому что надо будет возобновлять это движение, или наоборот, надо будет компенсировать, поэтому они будут выше, чем сейчас были какое-то время назад? Ну, трудно сказать, если смотреть по себестоимости, то себестоимость, конечно, увеличится, особенно в первые месяцы, потому что будут разные ограничения, или в масках мы должны будем летать, или каждое второе кресло только будем сидеть. Так что себестоимость увеличится, но, конечно, все компании из самого начала будут конкурировать, потому я подразумеваю, что цены, ну, такой большой скачок не будет. Вопрос еще по WhatsApp приходит. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в связи с кризисом и упадком перевозок планируется ли сокращать количество чиновников и работников в министерстве? Работают ли они из дома? Обрезали ли сотрудникам зарплаты и бонусы? В министерстве, в принципе, работа не уменьшилась. Наоборот, мы в те кризисные недели работали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, потому что должны были обеспечить и закрытие всей транспортной инфраструктуры, потом выдача разрешений на полеты и паромное сообщение организовать и так далее. Но я подразумеваю, что где-то к осени, когда кризис подойдет и к госуправлению, конечно, будем сокращать и число, и зарплаты в госсекторе. Уже сейчас есть какие-то цифры? Вот Министерство иностранных дел сегодня сообщили, что им 200 тысяч удалось сэкономить на зарубежных поездках и командировках за месяц. Может быть, вы уже тоже подсчитали, какая сумма была сэкономлена за это время? Да, у нас командировок меньше, чем в Министерстве иностранных дел. Насколько я помню, 20 тысяч евро мы тоже сэкономили. Это тоже пойдут деньги в этот фонд, да, в Министерстве? Это уже перечислен специальный фонд, от которого можно потом взять ресурс для компенсации по вирусным вопросам. Еще один вопрос по WhatsApp. Может ли человек для возвращения в Латвию использовать паром, который приходит в Клайпеду? Да, может. Из Кили в Клайпеду идет паром, и потом из парома можно ехать в Латвию. Если про импорт и экспорт говорить, понятное дело, что тут тоже от экономики очень многое зависит, но насколько наши компании смогут подождать, например, для того, чтобы экспорт возобновился, или как-то переориентироваться на внутренние рынки, или на другие рынки. Когда-то мы говорили про Китай, про который мы тоже говорили с вами, что это все-таки несбыточная мечта оказалась. Что мы можем как переориентироваться в условиях, в которых мы сейчас находимся, и будем находиться в ближайший год? Наверное, каждое предприятие само смотрит, как выжить в этих ситуациях, и как переориентировать свое производство, и соответственно будут меняться и потоки грузов, и, может быть, условия или виды грузов будут меняться. Я чувствую, что есть потребность больше производить неподалеку от места сбыта продукции, то есть будет больше такой национальной поддержки в разных странах, и это отразится и на грузоперевозке. Но в каком-то краткосрочном периоде нам все-таки главное, чтобы сохранились и международные перевозки, и внутренние перевозки в качественном состоянии, чтобы мы могли получить ту продукцию, которая уже заказана. Которую уже привыкли. У нас звонок. Попрошу очень коротко задать вопрос, потому что у нас остается минута до конца эфира. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы уточнить вот с этим проектом Реобалтика. Нет смысла ли его заморозить и пустить эти средства на тот же ремонт дорог и на поддержку борьбы с коронавирусом? Потому что это очередная кормушка, этот проект для чиновников, а экономические эффекты там совершенно необоснованы и не видно. Спасибо. Попрошу коротко ответить. Как я уже сказал, проект идет своим ходом, и это принципиально другие средства, они централизованно выделяются из европейских фондов, и они перераспределяться не могут. Спасибо, министр сообщили. Это Алис Линкайз был у нас на прямой телефонной линии, на прямой линии Скайпа. Уже не знаю, как называть все эти средства, которыми мы сейчас пользуемся. Спасибо, удачи вам. Эфир провела Анастасия Осмоловская, звукорежиссер Евгений Копин. Звонков еще много, вопросов много, так что будем еще общаться. Спасибо, всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...